Перед пришествием Христа, Бог заставляет сотрясаться саму землю. Но не от наших ли беззаконий содрогается земля? Под горами можно также разуметь царей и владык, а под островами их народы. Можно понимать и пастырей с их церквами. Все поколеблется и двинется в привычных своих мест. Толкование закончено, можно вопросы задавать. Можно мне рассказать? Можно. Ну как бы не вопрос, но вот я вот в последнее время и в прошлом году и в этом есть такая в интернете, в ютубе, подборка стихийных бедствий, которые в мире происходят. Сейчас почти там кто-то выставляет почти на каждый день. В какой части мира происходит, Проваривается земля, проваривается огромное. Микапол выключи. Провариваются огромные. Проположаем. Вот. И действительно, землей творится вот именно то, о чем мы считаем. Это как раз как будто к чему. То есть мы подошли к откровению и такое творится в мире. Вот. Абсолютно. И вот мы читаем толкование. В церкви у нас что у церкви-то произошло? Такое же колебание. Это еще оказывается с 2006 года. Вот этот всемирный совет церквей. То есть вот это воссоединение всех. То есть экуменизм называется. Так называется религия. Эта религия оказывается антихриста. Потом в конце, конечно, он все к себе подведет. Но сейчас вот это все начало. То есть и в церкви, и мы видим и на земле, и в человеческой жизни. Все? Да. Вскорбение 6 глава 15 стих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий рак, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор. Игорь Струс, микрофон. Выключите, пожалуйста. Выключите меня. Не отключай. Вот сейчас вроде что. Все земные обитатели всех сословий будут в ужасе от происходящего. Из перечисления сословий мы видим также, что организация и структура общества так до конца мира принципиально и не изменится. Проходят века и тысячелетия, меняются формы человеческого общежития. Но неизменной остается его несправедливая и грешная суть. Общество, зараженное проказой греха, не может исцелиться само по себе. Не помогут тут ни реформы, ни революции, ни наука. Христос сказал, царство мое не от мира сего. Евангелие Тарана 18.36. А где нет Христа, там нет истины и справедливости. Поэтому земные царства и общества обречены на извечную несправедливость, покуда не положит этому конец страшный день сюда. Потому церковь не за справедливое общество и права человека борется, а призывает людей к покаянию. Зовет их в мире, этом жить миром иным. Тонет в мирском шуме этот злоб, только во всю большую бездну беззаконии ввергается общество. Но наступит день, когда в крайнем отчаянии все сословия, скрывшись в пещеры и ущелья гор, тошно станет в городах до невозможного. Начнут взмывать вопросы. Часто слышал, что в больших городах начнутся колебания и землетрясения. Света нет в большом городе. Света, электричества нет. Ураган все провода порвают. Дальше что? Канализация не работает. Ну, это, конечно, не выдержит никто. Все побегут по ущельям горы, пещеры. Да, это и понятно. Вопросы есть? Причем тут написано, все, все, не только, как бы, у кого есть возможность. А и цари, и вельможи, и богатые, и сильные, и всякие рафы, и все рабы, и рабочие. Топить не будете? Ну, как скажешь, я не знаю. Все скроются. Как скажешь? Да. Пещеры и ущелья гор. Откровение 6.16 И говорят горам и камням, Пойдите на нас и стройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева агнца. Толкование. Сегодня люди все это не хотят видеть, не хотят признавать. Агнулина все отрицают и живут, как води ноевы. Гонятся за наслаждениями, не предчувствуя страшной катастрофы. Как жителям Содома им все эти предостережения смешны. Игорь Бетияч, 19.4 А уже сгущаются тучи, готовые излить огонь и серу. Тогда возопьют те. Но кончится время покаяния. И те, кто не желает ныне взвать к Богу, ангелам, святым, Воззовут тогда к мертвым стихиям, горам и камням. И не о спасении воззовут к Всевышнему. Но чтобы, хоть мертвые камни, засыпав их, Рыли бы грозный лик, сидящего на престоле Бога Отца, И отпратили в небо Агента Христа. Сегодня время покаяния. Сегодня Христос любвеобильно простирает ко всем своим пронзенные руки. Тогда же кончится лето благосвятное. Игорь Беремия, 8.20 Шатва прошла, а мы не спасены. Остается только гнев Агента. Ибо пришел великий день гнева Его, И кто может устоять? Толкование наступает, страшный суд, Изливается гнев Божий. Кто может устоять? Никто. Ну вот нам часто протестантские пасторы, Такого слова-то даже в Библии есть. То есть пастырь, по слову пастуха, Пастор, библия. Они описывают Бога. Бог есть любовь, он все прощает, Делает, что хочет. Главное, поверил, покаялся и все. Неужели они не читали книгу «Откровение»? То есть я читаю, и у меня аж... Так, мне нужен свет поток. ...трав. Люди будут желать смерти, Только бы не посмотреть, И, как бы, прочная ставка, Есть такое понятие в юриспруденции, Когда обвинитель встречается с обвиняемым. На это ручные ставки, как правило, Как правило, Виновный признает свою вину. Ну а здесь толкователь уже пишет поздно. Они не хотят свою вину признавать, Хотят просто Покончить жизнь самоубийством. Они камням, горам взывают, Падите на нас. Все. Забывайся. Включайся. Или не о самоубийстве речь идет. Вкройте нас от лица сидящего на престоле, От гнева. Да, вопрос, зачем падать, Когда можно в пещеру зайти, Если это не призыв. Написано так же, Будут искать смерть и не найдут ее. Такие времена, наступы, страшные. Как же. В интернете часто мы встречаем, Что даже какие-то общества, Компьютерные игры, Доволят специально Детей, Подростков до самоубийства. При этом, Они испытывают наслаждение, Чисто вводят сатанизм. Доведение. Статья есть, Доведение человека до самоубийства. Дают ему какие-то задания, Он их выполняет, 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 Растет, растет, растет. Духовно, в кавычках. Самосовершенство. Вот последнее задание. Человек там, Берет и вырывает себя, Запрещенная у нас ИГИР, Самоподобие. Страшные времена. И если мы будем знать Об этих временах И готовиться к ним, То, конечно, Большая вероятность, Что мы переживем Безходя помощь Не станем предателем Крестовым. А если Так самоуспокоение, Так все нормально, Бог простит, Он любящий. Нет, написано. Гнев, Агнесса, Гнев. Что такое гнев? Гнев, Гнев, Бог готов Вынести Приговор Смертный. Это и есть гнев. Верующий в Сына Имеет жизнь Верующий в Сына Это Протестанты Выручили. А неверующий Не увидит жизни, Но гнев Божий Пребывает На нем. Гнев Божий Пребывает На всех Мусульманах, Которые Не верят В Креста. Гнев Божий. Поэтому И война, И они Гибнут. Гнев Гневом, Но можно Своим покаянием Этот гнев Остановить. Приняв Креста, Его Раскинутые руки На кресте, Они Этот гнев Останавливают. Только Эти пронзенные руки, Только Трою Крестовым, Признанием Сына Божия Спасаем. Гнев И вот В книге Откровений Описывается Как раз Эти времена, Когда уже Последний день Наступает Все Поздно Кайф И не нужно Думать Об этом Последнем Дне, Когда нужно Думать О своем Последнем Дне. Он может Случиться С нами Каждую Минуту. Мастер Маргарита Буданов Мы Человек Смертен Он не Просто Смертен Он Внезапно Смертен Вот В чем Дело Вопросы Вопросы Начнем Седьмой Главу В седьмой Главе Имеется Некоторое Отступление В последовательном Описании Вскрытие Агнстон Печати Таинственных Ним Вскрытие Седьмой Печати Будет Описано В начале Восьмой Главы А пока Посолу Показываются Две Картины Искупленных О 144 Тысячах Запечатленных И О Великом Множестве Убеленных Пальмовыми Ветвями Так Книга Откровений Седьмая Глава Первый Стих И После Сего Видел Я Четырех Ангелов Стоящих На Четырех Углах Земли Держащих Четыре Ветра Земли Чтобы Не Дул Ветер Ни На Землю Ни На Море Ни На Какое Дерево Полкование После Явления Иоанну Вскрытие Шестой Печати Речь Идет О Смене Одного Видения Другим А Не О Хронологии Описываемых Событий Видел Я Четырех Ангелов Стоящих На Четырех Углах Земли Четыре Число Земли Этого Мира В этом мире Четыре Стихи Смотри Четвертая Глава Седьмой Четыре Стороны Света Север Юг Запад Восток Четыре Времени Года Весна Лето Осень Зима Теория Относительности Рассматривает Наш Мир Как Четырехмерный Пространственно Временной Континуум Апостолу Петру Перед Посланием На Проповедь Язычникам На Все Четыре Стороны Света Было Явлено Как Большое Полотно Привязанное За Четыре Угла Книга Деяний Десятая Глава Один Стих Со Всевозможными Нечистыми Животными Так И Во всех Четырех Концах Живли Благовестуется Четверо Евангелие Христово Имеют Своих Ангелов И люди И народы И стихи Так И здесь Стоят Четыре Мировых Ангела Держащих Четыре Ветра Земли Чтобы Не дул Ветер Ни на Землю Ни на Море Ни на Какое Дерево Мир Земля Море Леса Сохраняются Исключительно Силою Ангель Еще Держатся Ангелами Ветры Способные Разрушить И уничтожить Все Но Придет День И Отпущены Будут Эти Четыре Ветра И тогда Потрясены Будут Стихи Солн Луна Звезды Руснут Государства И народы Но в этом Видении Иоанна Мир Еще Храним От Разрушения Это указывает Так же И на Благодатное Действие Мир Попоряем Христианство На земле Если бы Не христианство То Мир Давно Смешался И Рухнул От Дьявольских Ветров Беззаконий И Грехов Но Не Все Еще Запечатлены Благодатью Божией И Удерживаются Разрушительные Силы Об Отпущении Этих Ветров Так Говорит Апостол Павел Песалоникийца И Ныне Вы Знаете Что Не Допускает Открываться Ему В свое Время Ибо Тайна Беззакония Уже В действии Только Не Совершится До тех Пор Пока Не Будет Взят От Среды Удерживающей Тепет Второе Послание Фессалоникийцам Вторая Глава Шестой Седьмой Стеки Вопросы У меня Вопрос Раз вы Не задаете Буду Задать Что Такое Удерживающий Теперь Что Имел Ввиду Апостол Павел Когда Писал В Прессалони Писам Кто Удерживает Теперь Нас От Тайны Беззакония Которое Уже Вдесь Что Это За Тайна Беззакония Что Удерживающий Теперь Кто Знает Толкование Пожалуйста Может С нами Поделиться Если Разрешите Добылов Давай Делись Удерживающий Теперь Многие Говорят Что Это Дух Святой Это Неправильно Неверное Столкование Совершенно Дух Святой Был И Будет До Последних Времен С Верующим Человеком Сколько Там Их Останется Может Мало Очень Говорят Потому Что Будут Крываться В пещерах В стынях В местах В горах Поэтому Это То Что Говорится Удерживающий Это Власть Власть Закон Закон Который Есть Вот Это Юриспруденция Сейчас Везде Везде Ходят Сейчас Полицейские Вчера Еду Полицейских Человек 100 Девчонки Идут Одни Полиция Юстиция У нас Барнаульский Юридический Для чего Это все Делается Потому Что Очень Много Беззакония И Все Таки Правители Знают Что Это Беззаконие Нужно Как-то Останавливать Которое Против Людей И Вот Это Есть Сам Закон Закона Не Будет Будет Всеобщий Хаос Как Показывают Американцы Любят Показывать Хаос Последних Времен Вот Будет Хаос Не Будет Власти Как Безвластия Какое Это Будет И Антихрист Придет И Всех Успокоит Скажет Мир Безопасность По всей Земле Но Это Будет Не Сразу Это Будет Какой-то Период Времени Последние Времена Антихриста Три с полной Года Дальше Теперь Тайна Беззакония Действия Сейчас Прошел Праздник У коммунистов 7 ноября День 7 ноября Кратко День Календаря Говорили В мое Время Когда В юности В молодости При социализме Жил Вот 7 ноября Это Коммунистический Праздник Самый Великий Великая Октябрьская Социалистическая Революция Тайна Беззакония Вырвалась Наружу Вот Это Тайна Беззакония Это Коммунизм Сейчас Коммунизм Охватывает Практически Больше Третье Население Земли Это Вьетнам Это И Китай И Многие Страны Африки Социалистические Это КНДР Везде Везде И за это Пострадает Еще Москва Потому что Главный город Этот вилл Где лежит Владимир Это Москва И написано Как Все Будут Смотреть На Поражение Этой Руки Она Держит И Идут За Этой Свободой Равенством И Братством А Это Вот И Есть Самая Тайна Беззакония Вот Это Самое Оно И Влечет Людей Убивать Других Людей Если Вспомним Коммунизм На чем Основан Это Свобода Равенство И Братство Или Экспроприация Экспроприаторов То есть Капиталистов Богатых Людей Нет У всех Нужно Не просто Куда-то Отстранить Или Переоспитать А просто Уничтожить Чтобы Их Не Было Таких Людей И Все Это Было В нашей Стране Сотворено Уже Но Это Вот Я быстренько Ответил Чтобы Времени Заниматься Кто Хочет Поподробнее Узнать Пожалуйста Поговори Благодарю Брат Сергий Можно Я Тоже Скажу Удерживающий Теперь Все Правильно Я согласен Это Власть Вот Удерживающий От кого От Антихриста Чтобы Прийти Антихристу И Так Сказать Воцариться Для этого Нужна Почва И Почва Подготавливается И Поддерживается Еще С самого Начала Со времен Когда Отказались Принять Христа Сказано Меня не принимаете А кто придет Во имя Свое Прините Вот И Такая Страна Сейчас Продвигает И Пытается Антихрист На чем Придет На общих Беспорядках Когда Будут Общие Беспорядки Везде Чтобы Люди Базапили Приди Ты будешь Наша власть Ты будешь Наш тиран Но лучше Ты Чем Беззаконие Творящееся Везде А это Какая страна Готовит США Во всем Мире И Удерживающие Теперь Что это От этих От парадов От Всякой Ювенальной Юстиции Чтобы Не было Нигде Беспорядков И греха Такого Страшного Удерживает Россия Пока Вот сейчас В настоящее Время В мире Удерживающим Теперь Является Наша Страна Которую Сейчас Оплевывают Обгаживают Являются Иуды Предатели Христопродавцы Настоящие Которые Ничего Не делают И только Могут Гадить И обгаживать Свою Родную Страну А почему Мы являемся И почему Нас Ненавид Да потому Что Мы Православные Даже Хоть Псевдо Православные Но Если Мы Даже Почему Говорят Вот Это Прежде Все Уничтожим Православную Церковь И русских И все Потому Что Носители Как бы Мы Не Были А мы Все Рано Бога Носители Все Моя Закончила Спасибо Благодарим Еще Желающие Высказаться По Славу Божьей Эту Тему Нет Желающих Можно Не Давай Хочешь Спросить У Этого У Добунова И Ильина Откуда Они Это Взяли То есть Формация Источник Ну Вы Привести Такой Фрагмент Из Библии Когда Авраам Молил Господа О Содоме Гоморра То есть И он там Торговался Ну И доторговался До Десяти То есть Господь Сказал Ну Что Прощу 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 А потом Десять Если Будет Десять Если Будет Ну И уже Все Тишина Ну Там Оказался Лот То есть Если бы Даже Было Там Пятнадцать Праведников Господь Простил То есть Пятнадцать Праведников Ну Как бы Тоже Хочется Согласиться С вами Потому Как Россия Все Таки Действительно Здесь Скорее Всего Больше Все Православие В каком Бы Состоянии Не Было Это Православие Но Есть Еще Маленькие Где-то Общины Какие-то Огоньки Истинные Которые Действительно Удерживают Это Именно Из-за Этих Верующих Которые Есть То Есть Закон Ну Закон Закон Этот Мирской Закон Насколько Он Может Удержать Как-то Это Ну Сомнительно Чего-то Трудно Сказать Тем более Он Сейчас Такой Антихристовый Закон Сейчас Вот Это Действительно Ювенальная Юстиция Они Детей Забирают Подожди Роман Тебя Занесло Я Говорят Власть Власть Удерживает Она Не Дает Власти Антихриста Подготовку И Которую Готовят Они Распространиться По всему Миру Вот В чем Речь А не Закон Закон Законом Он Везде Есть Закон И Везде Свой Закон Да Именно Дело В том Что Власть Как раз Продвигает Вот Это Все Понимаешь Власть Кто При Власти Сейчас Продвигает То Приближает Восторение Антихриста Они Все На Это Бросили Сергей Можно Сказать Слышно Меня В какой Став Он Ну Я С Романом Согласен То Сложно Понять То Сложно Удерживающий Но Когда Я Слышу Выступление Медвезева 2018 Терри 2025 Год Полная Чепетация Населения Как Можно Назвать Это Удерживающим Ну Не Знаю То Это Как Для Размышления Все Отошел Какая Это Чепизация У нас Непонятная Я Не Слышал Я Лично Я Лично Сам Слышал Григорий Анатольевич Медвезев Лично Значит Сам Слышал Так Говорил Надо Жить Андрей Благодарю За замечание Сергей Видит Все Таки Нас Ненавидят США Там И Другие Народы Не Только За То Что Мы Православные Нас Еще Ненавидят За то Что Мы Были Коммунистами И Это Тоже Нужно Не Забывать Слово Страны НАТО Писк Маленький Всем Здравствуйте Здравствуйте А в чем вопрос Я опоздал Что такое Удерживающий Или Где Враг Кто Кто Плохой Удерживающий Что Тайна Без Бракония Мы Проколим Откровение Седьмого Главого Так Вот это Что Такое Но Удерживающий Это Однозначно Дух Свят Который Не Дает Преломиться Всем Преступного А Святых Отцов Мы Не Читаем Что 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 Святых Отцов Читайте Пожалуйста Я Возврата Уже Толкование На Это Место Почитайте Не Ну Почитаю Власть Власть Удерживающий Тепет Сергей Лучше всего Говорить Все таки Не власть А Действительно Как сказал Дугунов Юриспруденция Юридические Законы Вот Смотрите Полицейский Ходит С Дубинком Для кого Страшен Для христианина Или для вора Сегодня Он Страшен Для вора Знаете Потому что Вору Крадет Его Встремление Напишут Его Посадят Вот Он Закон Удерживает А есть Такие Законы В отдельных Государствах Которые Пока еще Воровать Еще не Разрешили Разрешили Уже Браки Однополые Разрешили Там Мерз И всякие Понимаете На законодательном Уровне Да Согласен Это Именно От этого Удерживают Что Закон Будет Анархия Понимаете Анархия На этом Будет Антикризис Скажет Я наведу Порядок Вот специально Он же Делает Беспорядки Для того Чтобы люди За него Проголосовали Выбор на его Компанию Когда Скажут Мир Беспорядки Когда Будет Тайна Беззакония Мы тут Впереди Планеты Всей Что Значит Тайна Беззакония То есть Приходит Человек И говорит А почему Ты Христианин Не проявляешь Основное Качество Свою Любовь По отношению К ближнему Своему И подводит Ближнего Своего Вот такого Голубца И говорит Ты же его Должен Любить И Это же Мы же должны Быть В мире Друг с другом И вот это Подсовывание Под Глазурью Этой И Вот этой Вот чер Черное Называем Белое А белое Черное И под этой Глазурью Гниль Вот эта Сейчас Пролазит Это и есть Тайна Беззакония То есть Вот так Как она Сейчас Происходит А что Касается Того Что там Главный Враг Россия Или Америка То Зло Не имеет Национальности И Россию Австралии Например Не то Что Ненавидят А Очень Серьезно Уважают И Надеются Нет Ненависти По отношению К России Есть Какие То Силы Власти Которые Просто Продвигают Антинародные Народ Сам Противится Этим Своим Вещам А все Равно Лезут Потому что У нас Демократия Демократия Никто Никто Нет Ответственного Они Что-то Собрались Проголосовали А ты Должен Это Принимать А кто А кто А кто Ответствен Нет Не царя Ничего То есть Это Какое-то Облако Без Нет Не у кого Спросить Понимаете То есть Это Плотичнее Маленько Писать Что Ненавидят Я Еще Ни одного Человека Не встречал Кто бы Не относился К России С Уважением Ну Да Это Бог Можно Я Еще Сереж Можно По По Разрешению Пожалуйста Полагаю Чуть Чуть Я Чуть Чуть Секунду Сергей Сейчас Я Дам Ну Как же Ни одного Не встретил Украина Там Откаляку На Геляку Воскрыто Как Не встречал Ни одного Ну Я Сам Сам Вообще Киевский Я Могу Об этом Много Чего Рассказать Что Там Происходит Я Думаю Все Такие Коммунисты Которые Моих Дедов Гнобили Расплачивали Это Желание Отомстить Я Так Думаю То Что Происходит В мире Нужно Почитать Есть Такое Сатанинское Евангелие Протоколы Сионских Мудрецов И Это В общем То Наша История За 100 Лет Которая Написана В То есть Они Внедряют Этот План А Еще Сергей Нин Вам Слово Так Все Нин Хватит Много Много Людей Сергей Нин Давай Хорошо Здесь Говорится Идет Вовсю Вовсю Во царение Антихриста А Для Этого Нужно Много Технологий Вот И Чтобы Был Попран Закон Христов А Законы Правильно Законы Они Разные Бывают Вот Взяли И В Европе Закон Ювенальная Юстиция Чуть Что Там Посмотрел На Своего Ребенка Отберут У тебя Там Если Там Допустим Если Не Не Разрешаем То есть Я Так Слонен К Мнению Декунова Я Тоже Засчитал Стих О том Что Удерживающий Теперь Это Юриспруденция Если Что Надо По Продолжение Надо По Продолжение А Ее Извратить Нельзя У Кого Еще Вопросы Есть Уже Не По Этой Теме Потому Что Время Заканчивается Сережа Можно Я Прям Буквально Полминуты Поясню Значит Прям Это Быстро Сейчас Значит Так Удерживающий Теперь Это Говорится При 95 Год На Патмосе Говорится Яну Теперь Удерживающий В 95 Году Не Сейчас А Теперь Кто Это Какая Россия Тогда Они Вообще Никто Не Знал Дальше Тайна Беззакония Тайна Беззакония Потому И Тайна Сатана Говорит Какая Главная Тайна Во вселенной Тайна Что Сатана Существует А Всем Говорят Его Нету И Все Соглашаются А Он Существует Вот Она Тайна И Тайна 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 Такая Все Коммунизм Знают А Вот Пожалуйста Никто Не Заглашается Хотя Людей Там Убили Больше Всего Блика Вот Она Тайна В чем Что Никто Не Понимает Что Все Лежит На На Его Вот Это Тайна Вы Только Познайте И И Поймите Тех Людей Которые Погибли В Беззаконии И Сами Встаньте на их место. Фильмчики смотрите. Давайте по беззаконию все. Я думаю, уже исчерпано. Сказано много. У кого другие вопросы по другим темам. И так долго русский народ будет клеймить коммунизмом, когда мы уже давно не коммунисты. Давно. И отреклись от этого. И навязано это было нам. Не отреклись, Сереж, не отреклись. Жуганов до сих пор нравится этой партией. Если бы отреклись, ему бы слова не давали. Он был бы запрещенный, как и день. Однако он говорит по телевизору. Говорит много. Желающие еще вопросы задать? Прошу, Игнатий Тихонович, подведите под этими беззакониями итог. Давайте вам слово. Ну, тогда положите руки на уста свои. Микрофон включите, Игнатий Тихонович. Тогда положите руки на уста свои. Как Йов сказал. Если человек мог бы суммировать, что вы сказали, то вам можно поставить оценку. И все положительные плюсы. Но только один, два, три, четыре, пять. Правильно говорит, что сказано-то было в 95-м году. Приблизительно так, как принято считать. Речь идет, конечно, о Духе Святом, который действует, но будет взят от этой среды. Вот среды человеческой. И будут ходить, говорит, от моря до моря, ища, и не найдут. То есть, Библия-то никуда не денется. Она где-то будет изъята, где-то хранится. Разумения-то не будет. Дух Святой-то перестанет действовать. И закроются двери. Она есть даже Библия. И сегодня некоторые смотрят в книгу, а видят фигу. Почему в 8.11, послание Камо, это книга Амоса, об этом и говорится. И будут говорить, жив Бог твой дан. Антихрист, то есть завершающий правитель мира, который придет на семь лет, три с половиной подготовительные, три с половиной уже над всем миром. Так объясняет Ефрем Сирин. И вот тогда люди поймут, кто они и что они готовят. Вот помянули протоколы, в этом все и есть. Вот говорят, нация ничего не значит. Ну как не значит, когда еврейская нация дала три мировые религии, иудаизм, христианство, мусульманство. Есть. И русский человек, Россия, в том виде, в котором она была и сейчас есть, мы не можем отбросить исторические факты. Ну вспомним татары-монгольское иго. До Италии дошли. А где захлебнулось? А вот здесь, на России. Наполеон захватил всю Европу, подмял. Москву пожгли. И здесь сдохла собака. Гитлер. Выше не было авторитета. Европа. Блицкрик. Опять до России дошел. А я все время, эти дни, занимаюсь историческими данными, которые воевали на Курской дуге и Сталинградской битве. Немцы. Что они думали? Пельмаршалы. Вот. Я сейчас, Гальберт, главное, чем занимался, писал все время дневник. На весь мир он пошел. Речь идет, что мы пришли к русским умирать. Где до России дошло, тут остановка. А вот здесь теперь говорили о десяти праведниках. Вот. Вы все правильно говорили. Но только как-то были. Начинают говорить, потом разворачиваются и спиной стоит к вопросу. Все обговорили правильно. Против никто не говорил. Значит, русский человек играет какую-то роль. Потому что здесь центр православия, не в Греции. И сколько из тайных людей, и ПЦ, и ПХ, которые тайно, подпольно начинают катакомбную церковь, или как там молятся, ищут лучшего. Сектанты, они ничего этого не знают. За каноны борются здесь. Когда приезжают даже из Греции, они не могут службу одну выставить. Как вы можете стоять так? А у сарабрятцев возьмите, речь идет о сотнях тысяч. Шесть часов служба идет. Вот. Это Дух Святой, действующий в людях через закон Рима. Тогда был Рим. Римское право, юриспруденция, это абсолютно правильно сказали. Он сегодня отображается во всех конституциях мира. Мы создали-то его там. Ну, тут они маленько подтягивают под свое. А эта власть, которая есть, где эту конституцию они сжимают, до социализма, социал-фашизма, социал-демократии, там ничего нет. Власть, она не приближает ее, а она бьется, чтобы антихриста приблизить. Ну, два антихриста, Сталин и Гитлер, схлестнулись, и сразу храмы открылись. Уже в 43-м храмы открыты были. Понимаете, вот это все надо взять во внимание. Удерживающий снова показывает. Сегодня говорят, прямо говорят, даже маршалы, что Сталин молился, Гитлер нет. Молился. Молился в день, когда началась Курская дуга, там он зашел в комнату, у него, говорит, икона была, они все знали. Ну, так или не так, но факт тот, что захлебнулась эта адская машина, повернула назад. Это дух святой, взят будет от держивающих. Разумение, удерживающий, он удерживающий. А среды, среды человеческой. И люди не будут понимать, даже ему будешь говорить, вот сейчас он говоришь, он глаза открыты, а он не видит. Он хорошо слышит, слушает, но не слышит. Это будет всеобщее. И будут говорить, жив Бог твой дан. Это прямо за этими словами следует. Дан – это антихрист. Данного колена нет в откровении, в исчислении. Каждое колено написано 12 тысяч, а данного колена нет у Ефрема. А Ефрема – это не колено, а полколена. А почему? От него, говорит, придет антихрист. И когда Яков благословлял детей, в Бытие 49 глава, он говорит, лев возлег, кто возбудет его, то есть Христос умер, и кто его воскресит? Дан. Дан будет змеем на дороге, так что всадник опрокинется. То есть мировой порядок, шествие на коне, как должно ехать, насилие и юриспруденция. Не выдержит, все опрокинется. Он ведет свой закон. Я – Бог. Вот сегодня все к этому идет, правители мира к этому подгоняют. Они не удерживают. Они против. Они сейчас все это делают, с чипированием вот это вот, это не на последнем месте. Технология работает здесь. И мы должны об этом молиться. Когда Бог что-то открывает, Он обязательно открывает окно, чтобы мы приняли участие в этом. Вы ни разу никто не сказал. Мы-то должны принять в этом участие. А как, если назначено? А тебя это не касается, что назначено. Ты сейчас сделай все, чтобы Дух Святой проявлен был. Православие – это один обряд. Мне вот зашел какой-то, он неправославный сегодня. Я, говорит, нашел наконец-то, что православие и в Духе Святом трудятся. Больше не уходит. Тут 50-ник в третьем колене из Америки на меня вышел во сне, говорит, мне было трижды или сколько сказано, найди этого человека. Он не слышал обо мне. Я, говорит, нашел вас. Вот один день только встретили, как попы на меня, говорят, зазомбировал. Все раз спрашивают, можно я вам 200 долларов пришлю? Я, говорю, я вам тогда новые заветы, все пришлю. Понимаете, как вот Бог открывает. Вот это для того, чтобы Дух Святой был. Кто Духа Святого не имеет, тот не его. Криминам 8 глава, 9 стих. Это надо все время помнить. А где больше? В церкви. Не у сектанта же, не у ритиков. Они это не знают. Речь идет о православии, о характере русского человека. Почему нам именно дано это? Вот это все, что вы сказали, я объединяю вам и показываю. Все вы были правы. Ну, а дальше уже сами домысливать. Еще идет как. Ивенальная инвестиция и прочее. Власть земная не приближает. Она отдаляет, как бы. Но ничего не могут сделать. Вдруг поднимаются люди. Начинается свидетельство. Путин там верит, не верит, стоит со свечкой. Медведев со свечкой. Жены-то, говорит, еврейские у них. У Медведева-то тоже стоит свечку. Вот так называемые мессианские иудеи. А почему они не в другом месте где-то здесь? Это главы здесь. Это Господь показывает. Да что только в России. Во всем мире православие рассеяно. И что везде молились, Бог рассеял их в революции. Это промысел Божий. Вот как. И мы должны с этим согласиться. Удерживающие. С большой буквы нужно писать. Дух Святой, действующий через власти. Через верующих. В котором могут принять все участие. Принимая Духа Святого. Это высшая цель жизни. Стижание Духа Святого, как Сеорофим сказал. Это и есть борьба против антихриста. И не надо бояться. Ничего. Почему? Да мы их не примем. Разговаривать не будем. Но без отречения от Христа никаких знаков спасать не будут. Хоть сколько ставь. А что ты сделаешь-то? Ну, с меня бороду сняли. Даш, это что? Ну, они мне каждый раз в баню идти. В лагере был. Ну, я уже не сопротивлялся. Они, кто-то там подосланный специально. Человек брал бритву и аккуратно брил меня. Я не прикоснулся к ней. То есть нас будут насиловать. Но они знают, что мы молимся. Молимся. А молитва православного человека – это молитва церкви в Духе Святом. Как бы мы ни говорили, какие мы нет, но сейчас мы можем сказать, с нами за столом, где мы разговариваем. Здесь присутствует Иоанн Таус. Мы его упоминаем. Всех данного святых отцов. Ну, какой сектант, где ведут сейчас занятия, они будут. Нет. Кто как кому открыто, так и не может быть открыто по-разному. Святые отцы одинаково понимали. Поэтому мы должны Бога благодарить, что мы живы, что христиане и православные. Ну и потихоньку сказать, благодарю Господи, что я русский. Иначе бы где я родился, неизвестно, что бы сейчас было со мной. Почему? Потому что Иудей благодарит, что я из такого колена. А мы скажем, нам не досталось. Но нам дан знак быть готовым и встретить Иисуса. Всё. Отошёл. Благодарим. То есть, как я понял, что противоречие между тем, что... Вот Игорь Дебунов говорил, что это однозначно не Дух Святой. А, допустим, вот Игорь говорил, что это однозначно Дух Святой. А если понимать так, что юриспруденция римская была написана Духом Святой, ведь она же защищала именно закон... Он в Духе Святом было написано. Гором, неожиданно, понятно. То есть... Тогда всё становится понятно и ясно. Так-то, по идее, да, Дух Святой, он не может быть взят от среды, потому что Христос обещал его, «Я во все дни до кончания века». Да. То есть, в этом понимании он не может взять. Но, если человек сам закрывает глаза осколков, он не виноват. Для него уже этот удерживающий теперь... Я теперь отвечаю. Вот Игорь сказал, что не Дух Святой. Написано, всякое доброе даяние от Отца Света. Игорь знает, что добрые дела люди делают. Везде. Он выразился не так, но он правильно сказал. И который говорил, что только Дух Святой, но, опять же, через кого он действует, Дух Святой не просто отвлечённое понятие, а именно где придёт и научит вас. Он называется утешитель. Скорь невиданный будет, он утешитель, будет утешать, на ком он есть. Кто Духа не имеет, задача одна – стяжание Духа Святого. Вы отвечали, повторяю, все правильно, но отвечали, вот как пять слепых им сказали, кто такой слон. Вы знаете эту историю. Один живот ощупал, говорит, он как бочка. Один хвост только пощупал, говорит, он как метёлка. А третий пощупал, хобот, говорит, да-то пожарный шланг. Но надо бери всё вместе. Это редкий случай такой, где вы все говорили правильно, но каждый наставил на своём. Маленько-то пошире взгляните, и вы поймёте, вы друг другу помогали только. Я очень рад, что у вас рассуждения такие. Растём. Растём. Ещё надо коммунистов на место поставить, Игорь Тихонович, потому что вы про коммунистов ничего не сказали. Про эту тайну беззакония. Потому что вот, допустим, Ильин, он, видно, там плавает в другом лозере. Игорь, дорогой брат, на меня как-то нападали где-то там православные. Ну, ты за евреев и евреи, они всё захватили во всём мире, они престол антихриста готовят. Я говорю, и что? Надо бороться с ними. Согласен. Но как? Другие, всё, мусульмане захватывают, и надо с ними бороться. Я говорю, как? А оружие только одно – любовь. Я это показываю, идя по камерам. Вот я 17 лет сотрудничал в тюрьме. Я в первую очередь помогал тем, которые из чужой страны где-то взятые. У них всё другое. Их задевает где-то. Вот теперь мы и смотрим. Стали обвинять меня православные. Я говорю, с евреями бороться надо? Бороться. В моём доме приехал, он не больше трёх часов был, еврей. И не просто полукровка, а еврей. Наум Израилевич. Родители в Израиле. Он вышел православный. Он всё оставил. И стал даже распространять протоколы сионских мудрецов. Свидетельствовать. У меня материалы были даны. Я говорю, пусть через каждого священника придёт один еврей и станет священником. А отец Наум стал священником. Ну, и пока ничего нету нигде. Дальше партия, надо бороться. Согласен. У меня со мной рядом были коммунисты. Не просто следователь КГБ. И он обратился и стал священником. Пусть через каждого из вас священник. Я про мирян уже не говорю. Обратится один коммунист, станет верующим, православным и священником. Что остановились, я говорю? Дальше. В моём доме обращается двоюродный племянник Суслова. Суслова. Главный идеолог КПСС был. Вы знаете, он стал, обратился, комсомольский Белезович свой долой и стал иеромонахом. Яковлев Геннадий Михайлович стал Григорием, которого Кришнаит голову отрезал и прочее. Но одного, пускай, через каждого придёт священник, и уже мы, всё, уже видно стало. А те другие, так и пойдёт дальше. Но ты будешь родоначальник, как Златоуст говорит, положи основание. Ты будешь, говорит, начать о Кахае. Так вот здесь, чтобы православие не хаяли, начинайте трудиться, работать. Да, не такой Зюганов, всё это знаю. Через каждого пускай придёт коммунист. А тот был, Яковлев был коммунист и комсомольский работник на Украине республиканского масштаба. В моём доме он пришёл, другой комсомолец. В моей печке комсомольские билеты тут жгли. А я никто, у меня вообще ни образования, нет ничего. Я просто молюсь и прошу Бога. И Бог делает, это не моё, это благодать Божия. Вымоли у Бога это. Главное, самое главное в этом деле, это первое. Отвергнись себя, чтобы Дух Святой мог тебя взять и жить с тобою. Отвергнись, дай Духу Божий место. Сказали замолчать, вот сейчас гляжу. Всё, я вот не выхожу, стою, пока не пригласят. Отвергнись от руководителя, владеющий собой лучший завоевателя города. Не оскорбляйте друг друга. Никак. Вот он сказал, Сергей, всё, он руководящий, без него не вставать. Ничего нету. Это нами действует Дух Божий. Мы людям свидетелями являемся. И коммунистами, ну я знаю, коммунист. Вот я могу сказать, что это не было ни у кого. У меня было. Начальник тюрьмы вызывает полковник меня в тюрьме. Умер прихристианский следователь краевой прокуратуры. Обратился, принял крещение, полное погружение. Следователь, я могу называть Печагов Виталий Николаевич. А начальник тюрьмы Соломин Александр Семёнович. Я могу говорить это, потому что это не я, Бог делает. Я вообще никакой роли не играю. Но я беседовал, он меня всё время вызывал. Вызывал и расспрашивал. Почему его заинтересовал, я знать не могу. Это Бог. Вот мне делает операцию. Сделали операцию. Профессор. Довженко. И он в Потеряевку приезжал с женою. И мы встречаемся, я не знаю, как будто бы мы друзья, братья и всё. В краевой больнице Алтайского края, краевой работает сейчас. Я был, вот мы сфотографировались. Надо было посмотреть на меня. А почему? Пока я лежал, мы несколько раз побеседовали. И у него там что-то прорастает зерно. Виктор Андреевич знает его. То есть сеть всегда. Взойдёт, что посеял тогда. Но люди-то смотрят на нашу жизнь. Наша жизнь иногда говорит не меньше, а может даже больше, чем наше свидетельство. Как мы реагируем на это? Как мы смотрим на это? Не согласен со мной. Но от этого спасение не зависит. Кто-то сказал, главное нам самим быть христианами. 25-е матпея. Это основа. Но на первом месте отвергнись себя. Тогда Господь занимает рождение свыше. Теперь бери крест, не ропщи и следуй за мною. Вот это трёхступенчик. То есть жили в Духе Святом. И ты будешь видеть, ты не будешь бояться, что там шипируют или документы какие. Ты понимаешь, когда человек скажет, Христос, обманщик, Богом признаю антихриста, вот тогда будет нанесено. Раньше не будет. Не так, что сейчас паспорт получал, там незримое что-то. Ну, глупости всякие огородят. Доказательств нет никаких. Ну, так думает и подгоняет. Ничего нету. Нету этого. Не может быть начертания раньше его прихода. Да его нету, а тот бы начертал, то есть запечатлевал бы. Надо быть очень внимательным к тому, что учили святые отцы. Мы православные. И этом сказано всё. Строго исполнять правила. А какой православный? Безбородый. Никакой ты не православный. Посты не соблюдаешь. Ты отлучённый. Всё, что ты после крещения делал, должно попасть под епитимью. Тогда ты увидишь не делать себе исключения. Не искать какой-то лёгкий путь. Вот и всё. Спасибо, Лиспус. Аллилуйя. У меня вопрос 5 минут на вопрос. Можно? Можно. Так, Ривка первая. Давай, молчу. Я тут поняла, что я не понимаю, что значит стяжать Духа Святого. Стяжание. Что это вообще значит? А это вот... Так, отвечать, Сергей? Да, да, да. Вот откройте вы Евангелие от Луки и начинайте считать. И исполнился Захария Духа Святого и начал говорить. И Лисавета исполнилась Духа Святого. Не написано, что она была в Духе Святого, но именно в этот момент исполнилась и стала пророчествовать. И Мария исполнилась Духа Святого и все. То есть нам показано, что это такое. То есть я в себе удержать это не могу. Не могу. Внутри меня в мантуре костей как огонь был разлитый. Я начинаю свидетельствовать и смотреть, где кого Дух Божий касается. Вот сейчас такое даётся через интернет. Это вообще. Вот у меня почти каждый день новые люди приходят, которые говорят, вы духовный отец, мы вот через вас с семьёй пришли. Там мусульман несколько сейчас, баптисты, там писятики. Я ещё могу сказать. Меня тут нет. Я могу говорить, ширму надеть здесь вот, выключить и всё на этом. Это Бог делает. Он кого-то избирает и начинает стяжание. То есть приближать Бога, располагать его к себе делами. Потому что, любя ближнего, мы любим Бога. Как, говорит, можешь любить Бога, которого не видишь, а брата видишь и ненавидишь. То есть здесь ты всё время должен следить за собой, бодрствуйте над своей душой. Исследуйте Писание, знаем. А почему не повторять? Исследуйте самих себя, верили вы. Да я верующий. Исследуйте. Многие признаки показывают, что ты не верующий. Ты просто так, тебе здесь более удобно, и в другом-то месте, как говорят, наказать могут. А здесь ты в героя идёшь. Я не конкретно кому-то говорю. Верующий, он всюду виден. Рассказывают в Японии, когда говорили, качество Христа. Один японец, первый раз, он соскочил, а я его знаю. Он у нас в соседе живёт. А как ты узнал? Ну вот вы что говорите, он всё так и делает. Он узнал Христа. Вот это нам не хватает. Надо молиться. Сегодня заходят, я говорю, что я молиться не могу. Сто поклонов не сделал, уже упал. Я говорю, а про топопа в вакуум, несколько тысяч сделал. Земных поклонов. Каждый день. И рядом Анастасия. Если аще ребятишки не пищат. Вот как. А мы боимся поклон сделать. Сатана боится поклонов. Заведи вот это себе оружие-то. А то галстук-то надел, а лесовки нету. То есть надо себе-то не позволяй здесь. Что там набил за это время-то? Вытряхнем всё. Родись заново. Вот мы делаем добро, Господь к нам всё ближет. То есть мы всё больше сижаем Духа Святого. Тут не хватало, а тут гнев в себе стал укращать. Спокойно выслушиваю. То думал, как бы тут что, а теперь скорее найти нуждающихся, и как помочь от себя оторвать. Это значит всё больше и больше благодать Божия. Дух Святой охватывает тебя и несёт. Как у Эзекииля. Сначала из-под порога Дома Божия текла река. Сначала чуть-чуть, потом пощикал, а потом раскинул руки и поплыл. Вот образец. Мы вот молимся, каждый день благодарим. Вот я через кого я пришёл, Евангелие получил. Когда в детстве был, кто мама, другие говорили. Я их всех поминаю за упокой. Кто трудился над моей душой, над её возрастанием. Это надо включать в молитву. А благодарность Богу, Господи, благодарю Тебя, открывает двери для получения, грубо скажу, новой порции. Духа даёт не мерою Бог. Не мерою. Он избирает свой сосуд и наполняет его. Этот сосуд бесстрашный. Он никогда не будет бояться угождать там патриарху или в ООН или где-то. Никому. Он всё время говорит, так говорит Бог, как Еремия, как Михей, пророк. Это благодать Божия. Тебя болезнь каждая, чужого человека, будет твоей болью. Отошёл. Помолимся. Достойно есть я, кого истину, блажитесь я, Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога наша, честнейшую первую вид, и славнейшую без сравнения с терапией, без искрения Бога Слово рожаю, сущую Богородицу Та величая. Отец наш Небесный, любящий Создатель. Мы предстали перед Твоим величием и просим Тебя, будь милостив к нам за всё, что сделано было, помысленно и не по воле Твоей, святой. Прости и услыши нашу молитву и прими её, а нас благослови. Мы благодарим Тебя за Святое Слово, которое дошло до нас. Мы благодарим Тебя за переводчиков, которые перевели на родной и понятный язык. Слава Тебе! Приготовь народ Твой, чтобы никто не принял на чертание зверя Антихриста. Чтобы мы более и более стяжали Духа Святого. Помоли там всех святых и Божьей Матери, и Ангела-Хранителя. Тебе, Господи, слава за всё, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Серёжа, ты пока... Я думаю, пусть каждый отключается, когда хочет. Пока... Ну, время мало было. У кого, может, вопросы есть? Давайте. А кому его... Не надо, отключайтесь. Так, что там? Спаси Христос за молитвы. Спаси Христос, Оля, мы тебя помним. Марина что-то хотела сказать. Спаси Христос, Игнатики. Нет, я хочу сказать, что вас серьёзно вспоминает Коля. Чуть ли не каждый день. Я здесь как-то ему задала вопрос. Я говорю, ну и с кем ты собираешься жить-то? Он говорит, только с Игнатием Тихоновичем в Потеряевке. Так что он вас помнит, он вас любит. И дай Бог, конечно, вам силы и здоровья, чтобы Господь вам даровал ещё. Чтобы мы ещё увидели с вами всё, как управит Господь. Мы собираемся ещё приехать к вам. Видите, люди, которые налётом бывают, на одну минуту зайдут. А я Колю наказывал, физически наказывал за определённое дело-то. А он, видишь как? Почему? У ребёнка есть чувство справедливости. Оно иногда на земле бывает справедливо. И выезжающим, если вы когда уезжали, я спрашивал, тебя наказывали, да? А было несправедливо? Нет, он так и ответил. Вам не отказано. Но теперь надо молиться, чтобы Михаил Кальмаев приехал. Чтобы второй этаж там у нас отремонтировали. Эти два дома новые. Ну, там, где баптисты были у нас. На крещение приезжали. Баптисты. Целая семья крестилась. Так. Хорошо, Коля, мы о вас помним. Спасибо, Христос, Игнатий Кириллович. Мы вас помним, мы вас любим. Ну, спаси, Христос. Так, кто там? Вопросы есть ещё? Можно спросить? Игнатий Кириллович. Давай, Николай. Николай его сказали. Давай. У нас такая тема, ну, как бы, антихрист и всё такое. Вообще, так бы я бы не спрашивал. Относить... Вы читали, вы читали, вот, как бы, пророчество или же план Альберт Пайк «Масон 33-го градуса». Эти работы его стали известны. Вы читали, нет? Я не считал, но я знаю, что это. Этой теме я посвятил 14 лет. Всё, что было издано по этой теме, и которые отреклись, которые вышли, это я всё знаю. У меня материал был М1-М5. Меня судили за него. А всех-то мне считают, зачем там Воробьёвский что-то, Юрий находит. Знаю, и да дальше не надо, только молюсь. Ну, вы правильно сказали. Если есть водительство Духом Святым или же стяжание, то это, в общем-то, ну, не принципиально. Но всё равно, там очень всё так расписано, вот прямо наша жизнь сейчас, вот наше общество. Так, у кого вопрос есть? Я ещё спрашиваю. Вопроса больше нет. Не читали, нет? Нет, это я конкретно его не считал. Не считал. То есть, мне не надо это. Я уже знаю всю структуру их и встречался. Говорит, ты в окно к ним заглядывал. Всё. Так, пожалуйста. У меня вопрос есть, Игорь Тихонович. Давай. Значит, тут книга «Исход», 20 глава, 105 стих написано. «Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей, заставину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». И из Икин, 18 глава, 14 по 17 стих. «Но есть, у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенную не ест, с пыдолом дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не потесняет, залога не берёт, и насильно не отнимает, хлеб свой даёт голодному, и нагого покрывает одеждой. И от обиды бедному держивает руку свою, рост и лихую не берёт, исполняет в неё повеление, поступает по заповеди моим. То есть, и не умрёт за беззаконие отца своего, он будет жив. Так вот, как это совместить, что отвечает ребёнок за грехи своих родителей? Не отвечает. Отвечает, отвечает, когда делает то же самое, что отец. Тут, видишь, об одном и том же сказано, но две стороны. Одно то, что они, я говорю так, чтобы понятно было, под особым присмотром Божиим. Если отец был развратник, то ребёнок рождается ещё, только родился уже заражённый сифилисом. Склонность к водке. Пил отец, за вину греха такое и есть. То есть, он к этому склонен. Склонность у него есть. А он победил, победил, поэтому не отвечает. Не отвечает. А общий закон такой, до четвёртого колена. Вот эти были чекисты, которые расстреливали. У них у всех неладно. Вот возьмите, даже Кашпировский, там другие, у них жёны другие, все мозги болят, они ничего не могут сделать. Вот сейчас говорят, Михаил Задорнов покаялся, покаялся. Но его соборовали. А соборование – это уже предсмертное таинство. Ну, этот, юморист. Я уже в одном ролике тут говорил. Я в это не верю. Почему? Потому что всё сказано с какими-то такими ужимками. Если он покаялся, почему не перед народом? Он отравил людей сколько? Он потоком яд изливал. Пристал к изыществу. Фильм поставил на этом. А теперь он покаялся тайно, там где-то, священник один за него. Ну, знаете, он немножко эпатажное выступление против церкви. Он хулил всё. Он богохульник. Почему чужими именами-то называют-то? Теперь уже гладят. Тогда он покаялся не перед Богом написано, перед церковью, чтобы попы его приняли, и легче помирать было. Я его когда один раз услышал, на его ролике я отвечал несколько раз. У меня ролики стоят где-то. И я стал молиться, чтобы Бог дал ему в мозге чёрную занозу, чтобы прекратилась богохульница, доколе не мстишь, Господи. Я молился о нём, чтобы он обратился. И Бог поразил ему мозги. У него рак мозга. Так что, по вашим молитвам? Не знаю. Но ты молился, я по порядку буду спрашивать. Нет? Вот я когда говорю, о чём молился? Я молился десятилетия о крушении советского режима. И всё время молился о том, чтобы Александр Солженицын вернулся на родину. Делал печку, 30 рублей на рубли. Бабке говорил, отдайте нищим, чтобы просили, чтобы Александр вернулся домой. Открыто не говорили. Он вернулся. Для тебя просто вернулся, а для меня по молитве вернулся. Тебе просто советская власть ушла. А у меня то, что молились. Мы молились об этом. Так и здесь. Если он виновен, а эти люди под особым присмотром у Бога. До четвёртого колена. Он был убийцей, который так дальше всё и идёт. И сын это получит. Вот почему так? А вот теперь Ипрем Сирин поясняет. Ты любишь жену. Души не чаешь. Идёшь с работы, купил ей подарки. Она тебя в дверях, как тигриса, встречает. Что-то там заметила у тебя. Волосинку нашла на костюме. Ну почему? А ты вспомни в своей юности, не делал ли ты так? И теперь жена является как скальпер-хирурга. И она режет, напоминая о той покинутой тобой, на которой обещал жениться, а она осталась одна. Ты побуждал её сделать аборт. И она себе этого простить сегодня не может. Это я из интернета беру. Вот так и здесь. Он ничего не может сделать. У него тяготяет над ним. Грех родительский. Но он этого не делает. Ему больше надо труда. Вот я смотрю, некоторые совсем ничего не знают. А мы с детства знали. Знали посты, всё, старобрячество. Беспоповское. Мы понимали? Так. И у нас это было чистое, нечистое. Там бороду нет, рожь, поясок носи. То есть внешне мы всё знали. Все праздники соблюдали. А Евангелия не было. И Бог, видя это, на этом фундаменте дальше... Ну фарисеи, это они же Христа не признавали как. Но из фарисеев вышел апостол. А из садукеев-то, если у него безбожное сектантское воспитание, никто не вышел. Садукеев, они мёртвые, вся зона. Так что здесь никакого противоречия нет. Ясно. Ну а если сын или дочь покаялись, он может молиться? Да, он может молиться. И написано там, амманитянин там не входит до десятого колена. А этот может быть... Вспомните Ахеохора. Вспомните. Ну и свирь. Можете молиться? И свирь. За грехи своих предков, за тяжкие преступления своих предков. За бабку, за деда там, который может сколдонок был, или пьяница, или убийца. Можете ли бы любить молиться за них? Если они умерли, всё кончилось. Мы их не знаем. Речь идёт о том, чтобы нас не отразилось. А молитва домашняя-то разрешается, но с оговоркой. Господи, если моя неугодная молитва, прости меня, не накажи меня. Вот сейчас я всю неделю и больше занимаюсь документами. Кто писал о Сталинграде, о повороте войны, битва под Курском была, что немецкие, другие говорили, от рядовых буквально всё. У меня целая библиотека накопилась. Я копирую, просматриваю, дальше разношу, как есть. Мне фильмы уже не нужны про войну, даже смотреть не хочу. Я ищу, где и как каялись. Солдаты немецкие говорят о крещении своём. Говорят о том, как молились, Рождество. Советские ни один не говорят. Ни один пока. Значит, разница большая была. А вам нужно это? Ну, ты считаешь, не нужно, а мне нужно. Я свидетельствую и могу говорить, ссылать всё. У меня материалы теперь есть. Официальные. Вот так. Прости, Христос. Да, аллилуйя. Ещё. А, Игнатик Тимович, я вроде умер сегодня. Да, слушаю. Я вроде умер. Сейчас ты сатирик сегодня. Ну, умер, значит, умер. Но я не верю в вот такое покаяние. Это фальшь. Ну, и, конечно, я молиться о нём не буду. Он совершил великое злодейство. Он миллионам людей путь перегородил Господу. И теперь, когда только он заболел, я усилил молитву Господе. Я узнал, что мозги, Бог поразил мозги ему. Не отпусти его из жизни без покаяния. И поэтому о его покаянии я ничего не знаю. Перед церковью он каялся. А перед Богом не слышал. В интернете всё написано. Заряди, увидишь. Но я спрошу, а кто молился о том, когда слышал его? У меня ролики. Я разоблачал его, показывал, где он там о 8 марте говорит и прочее. Ну, у этого Невзора выступает. Я на 32 ролика составил свои ролики, ответил. Показал, как много. Много он говорит правильно. Но остальное злоба мешает, перемешивает. Я в Москве был и говорил, как надо сделать. Патриарх вот своих собрали. А он патриарх запретил. И попы сидят. А в это время он еще и является в студии. Они с места сорвались и долой. А теперь в интернете смотрите, какая энергетика у Александра Глебовича. Эти черные, демоны-то выскочили отсюда. Что ж, неужели патриарх не понимал, что это делать нельзя? А что делать? Я отвечал не раз и сегодня скажу. Я сказал, самых хороших. Изберите пастырей, которым лично нельзя показать, что они мамону любят. Ну, есть же такие. Возьмите Геннадия Фуаста, других. Человека 3-4. Заранее позвоните и скажите, Александр Глебович, мы хотели бы с вами иметь встречу, выслушать все ваши претензии к православной церкви, в которой вы были, учились в семинарии. Не надо забывать, он говорит, где-то у него был генерал, кажется, КГБ. И до 4-го колена теперь над ним это идет. Он все потерял. Он много мог бы помочь сегодня церкви. Враги нам лучшие друзья. Но никто не послушается. Прийти и записать все, а потом вынести там на сенот, где... И сказать, давайте выслушаем его претензии-то. А сколько вы считаете? Считаю, процентом, может быть, на 60, больше половины. Он говорит правильно, претензии к православной церкви. Я православный, но ко мне это не относится. От него человек приезжал, этот монах. Михаил, тоже там, как кажется, Михаил Баранов. В Барнауле был. Ну, тут позвонили где-то, я даже не вышел из дома. Монах был, размонашился, женился. У меня к таким... Не молекулы нету расположения. Я могу только помолиться, и то не слух. Вот так. Игнатий Тихонович, извиняюсь, еще вопрос. Мы были на литургии католической в школе у детей. На выпускном. И меня удивило, что у них девочки-алтарницы. Они мальчики. Зачем говорить дальше? Это что-то такое... 34-е правило Ладыкийского собора. Запрещает женщинам ходить. Все. Маленькую девочку, восьмидневную, смещенник в алтарь не заносит, а только перед иконой Божьей Матери. Краснообразно и назад родителям. А мальчик обносит вокруг престола. Вопрос даже... Все, Николай. Все. Беззаконие. Все, я пугу. Я вам называю правила конкретно. Ладыкийский собор. Все, все, все. Беззаконие много. Все на 10. Понятно. Так, тут что-то не Крутенко хотел сказать. Игорь Тихонович, а в чем мусульмане лучше христиан в плане жизненных ценностей? Ну, самое лучшее у мусульман... Я не говорю, что там спасение, не об этом речь. Но когда... Речь заходила о том, как свою жизнь регламентировать, они вели намаз в обязательном порядке. Все мужчины пять раз в день должны быть на молитве перед их Богом. У православных. У православных этого не было. Почему? У нас в одном городе собрать всех мужчин, да не в жизнь, даже подлавки попрячутся, их не собрать. А они собираются, как на улицах Москвы рассказывают, он они вышли, я видел, ты не считал, сказали миллион двести тысяч примерно было. Всяк как один. Он ничего не знает. У него раз, брат, четыре жены, по нашим меркам это развратники они все. Но это-то куда ты денешься, он молится. Почему нам это не принять было? Далее, как они берегут женщин? Как они у них одеты? Как они заботятся? А здесь одна идет ночью, поднимает руку таксисты, а там сидят трое ребят. Она одна стоит около вокзала, голосует, ночью в темноте. Утром нашли на кладбище, отвезли ее туда. Да нет, у меня мусульманки нету. Я был в мусульманских, говорится, странах, видел как. Они меньше, чем шестеро, кажется, за улицу не выходят и бегом. Бегом через улицу и опять скрылись за дверью. Если она не девственница, это у Чингиза Айтматова описано все. Отец пришел и задавил ее руками своими. Вот как они берегут. Я с мулами беседовал. Сто процентов сохраняет девственность до брачной ночи. А у нас 14 лет совокупляются, они уже с кем попало. Сегодня где-то, говорит, по 90 процентов они уже развратницы. Это я беру к истине у Степаненко Максима. Там все данные, врачи, где говорят, исследуют. И опровергать не приходится. Их видно, как они себя ведут. Оренбургские пчелки. Вот что у них хорошее. Я это и беру. Спасибо. Да, не сама ли природа учит нас? А теперь как? Посмотри. Кто поступал со своим богом так, как вы? Пойди, все народы языческие, Библия призывает. Посмотри, как они любят своего бога по-своему. А ты перемени это и к себе. Посмотри, поучись у муравья. Ну не муравьем же быть-то. У них нет начальника. Все дружно трудятся, к непогоде запечатывают. А мы ничего не видим. Вот ведра, как багровое небо. Что будет? Лисомеры. Небо узнаете, говорит, а в свое время не узнаете. Вот надо рассуждать так. Везде находить, как Антоний Великий. Урок. Со цветка на цветок перелетала пчела. Так, все? Никого нет больше. Наверное, все ушли. Ну, с Богом. Буду отключаться. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. Аллилуйя.